Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. Вячеслав, расскажите про мероприятия, про цели вашего присутствия здесь и о деловой программе. Какие у вас, может быть, ожидания есть от этой деловой программы? Да, здравствуйте. Мероприятия, в принципе, в рамках недели ритейла, они достаточно уже понятны. И со временем, вот сколько я посещаю это мероприятие, то есть есть уже конкретные ожидания, есть какие-то типовые кейсы, которые разбирают коллеги. Для меня самый главный, наверное, вызов на текущем проекте – это как жить в эпоху, когда пруд маркетплейса, активно развиваются все новые площадки Беру, Яндекс.Маркет, Озон и так далее. И управляя бизнесом в детском ритейле, сегодня нельзя игнорировать абсолютно эти изменения. И требуется либо искать какие-то решения внутри in-house развития e-com канала, либо договариваться с маркетплейсами, что пока сделать не получается. В программе была заявлена повестка разбора тем, как раз сотрудничество с Wildberries. Это было очень интересно. Ну и плюс кулуарно беседовать с коллегами на тему того, как они это решают и чем не поделятся, выступая на каких-то сессиях пленарных и круглых столах. Расскажите про тренды, общие тренды, которые вы видите на ближайший год или ближайшие пять лет. Про тренды в чем? В маркетинге? В ритейле и в маркетинге? Ну, основные моменты, наверное, это развитие технологии, IT и все, что с этим связано. Маркетологи становятся больше технологами. Позиция маркетинг-технологиста – это такая для нас уже наше все сегодня уже. То есть это не какая-то там отдаленная перспектива, а в связи с этим персонализация всевозможная. И, ну, как человек, который работает сейчас в премиальном сегменте, могу сказать, что, например, вещи, связанные не с автоматизацией и с персонализацией, это такой тренд и это некое будущее, доступное только дорогим премиальным и лакшери брендам, потому что это единственный сегмент, где возможно развивать сервис, основанный на человеческом контакте, на какой-то там ручной работе и личном взаимодействии. А в целом, в принципе, персонализация, технология и автоматизация, наверное, это три основных направления, которые развивает весь ритейл абсолютно. Ну и, наверное, максимум внимания уделяет сейчас этим вопросам. Спасибо большое. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.